Понимание того, почему рецессия это хорошо, очень поможет вам в такие времена, как сейчас. Представьте следующее, что если бы существовала большая красная кнопка сброса. Вы нажимаете её и всё сбрасывается. Любые события в вашей жизни откатываются назад. Если бы перед вами появилась такая кнопка прямо сейчас, я уверен, большинство из вас её нажали бы. Ведь есть так много вещей, поступков и так далее, которые вы бы хотели сделать лучше, переделать или вообще видоизменить в своей жизни. Например, изменить приоритеты на те, которые для вас оказались действительно важными. Именно поэтому я убеждён, большинство из вас нажали бы на такую кнопку. Поэтому, прежде чем я продолжу, я был бы очень признателен вам, если вы нажмёте ещё одну кнопку. Кнопку лайка. Это помогает алгоритмам Ютуба продвигать видео и весь канал в целом. Большое спасибо. Итак, почему рецессии это хорошо? На самом деле, мир достаточно простая вещь. Это люди любят всё усложнять. Если вы едите одно и то же, вы устанете от этой еды. Если вы работаете слишком много и усердно, ваше здоровье пошатнётся. Если вы работаете слишком мало, вы заметите, что становитесь ленивым человеком с лишним весом. Если вы слишком красивы и заносчивы, то упускаете шансы познакомиться с очень интересными личностями, которых природа такой красотой не наделила. К чему я веду? Что мир очень прост в своём устройстве. Мать природа проста в своём устройстве. Всегда существует баланс. В любой сфере нашей жизни и нашего мира, если что-то идёт не так, должно произойти то, что сбалансирует это. Это причина, почему я записывал столько видеороликов о рецессии перед тем, как она наступила. Фондовый рынок становился действительно очень дорогим. Настолько дорогим, что случился парадокс. Даже самые опытные инвесторы испытывали трудности в поиске хорошей доходности. В 2012-2013 годах каждый инвестор мог просто купить любую акцию и гарантированно получать доход. Но во всём существует баланс, и кнопка сброса была нажата самой природой. Мы воспринимали её как должное, мы загрязняли, мы убивали, мы уничтожали. Да, у человека очень много разрушительных привычек. Сегодня, 20 марта 2020 года, фондовый рынок обрушился на 30%. Кнопка сброса была нажата. Какие же действия вы готовитесь предпринять? Вы собираетесь вообще что-либо делать? Конечно же, я уже готовлю свой собственный план, как я буду аккумулировать позиции на обрушившихся рынках. Небольшая часть из вас может подумать, что я безумец. Какие позиции? Ситуация становится хуже. Фондовый рынок и другие традиционные рынки обрушатся ещё сильнее. Это ещё не дно. На самом деле, по-человечески невозможно идеально отрабатывать тайминги, точнее, подбирать время и делать это на постоянной основе. Я ещё не встречал и не видел ни одного человека, которому удавалось бы это постоянно. Я знаю только то, что сегодня кнопку сброса уже нажали, и я приступил к выполнению своего плана. Итак, почему же рецессии – это хорошо? Рецессия – это когда сам мир и сама природа говорит вам «всё хорошо, что в меру». Но украинский вариант пословицы описывает раздутый фондовый рынок лучше. Дословно он переводится как «что слишком, то нездорово». В 1918 году пандемия испанки заразила около 550 миллионов людей. На тот момент это было почти 30% населения всей Земли. И это очень много, чуть ли не каждый третий на планете. Я знаю, что вы думаете. Рецессия – это увеличение безработицы, крах рынков и уменьшение наличности в кошельках. Так как же это может быть хорошей вещью? Мы любим думать, что в идеальном мире нам никогда не придётся переносить такие тяготы и лишения, как экономические падения, потеря работы, таяние инвестиционных портфелей или просто беспокоиться о том, как справиться с такими изменениями. Но правда заключается в том, что рецессия – это часть нормального экономического цикла. Другими словами, рецессии – это необходимое зло. С другой стороны, есть две причины, почему я считаю, что рецессия – это хорошо для экономики. Первая причина. Отношение людей к проблеме меняется в лучшую сторону. Рецессии естественным путём меняют мышление и поведение людей. В среднем из-за серьёзных рецессий люди из неответственных и рациональных потребителей превращаются в бережливых и осмотрительных людей, которые принимают куда более качественные финансовые решения. Вторая причина. Рецессия избавляется от всего слабого и злоба. Это практически как эволюция. Слабые компании рухнут. Теперь задумайтесь о нашей экономике, с чего она состоит. Производители продают вам продукт, который загрязняет воздух, часто ломается и быстро обесценивается. Эти разрушительные компании должны уйти. Во время самых суровых рецессий за всю историю, инновации привлекали больше внимания, чем большинство инвесторов ожидали. Компании, которые предлагали продукты и услуги дешевле, эффективнее и безопаснее, получали значительную долю в будущем восстановлении. Я приведу лишь несколько примеров, хотя найти их можно очень много. Во время кризиса даткомов, когда розничные продажи падали, как сумасшедшие, а компании рассыпались, кто вырос из руин? Компания Amazon. Она предложила новый сервис. Как насчет кризиса 2008-2009 годов? Худший квартал для всех рынков. А компания Salesforce демонстрирует результат. Рост доходов на 20%. Инновационные компании всегда выходят из рецессии более сильными. Разрушительные компании, которые не вводят новшества, в итоге рухнут. И в заключение. Я надеюсь, вам стало ясно, что природа только что нажала кнопку сброса. И это хорошо. Инновационные компании, такие как, например, Tesla и SQ, станут сильнее после выхода из рецессии. Что насчет паники? Паниковать совершенно бессмысленно. Причем абсолютно в любой ситуации. Я не придумаю ни одной ситуации, где паника привела бы к чему-нибудь хорошему. Только к плохому. Я знаю, что под этим видео будет много комментариев типа, «Ха-ха, твоя инвестиция обесценилась чуть ли не сразу после видео. Ха-ха, твой биткоин падает. Ты что, сумасшедший?» Я полностью с этим согласен. И согласен с такими комментариями. Такие комментарии точно умные на краткосроке, но глупые на долгосроке. Таких комментариев всегда было достаточно. Особенно яркий пример, когда биткоин обвалился до 3000 долларов в 2019 году. И еще более яркий, когда он рухнул до 3900 неделю назад. Что лучше, быть умным на краткосроке или умным на долгосроке? Лично я думаю, когда все это закончится, мы увидим то, что называется «В-образное восстановление». Кто-то может не согласиться с этим, но я просто высказываю свои мысли в надежде, что кого-то они вдохновят на их собственные выводы. Я снова благодарю каждого, кто поставил лайк под этим видео. Каждый лайк действительно помогает продвигать видеоролики и канал. Я веду этот канал уже более двух лет, и за это время сделал около 400 видео. И очень хотелось бы, наконец, получить серебряную кнопку Ютуба. Для этого нужно 100 тысяч подписчиков. Ну, мне осталось чуть-чуть меньше 40. Большое спасибо за вашу поддержку. А меня зовут Богатейший Ди, как обычно. Зарабатывайте, богатейте. И не болейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова